всем привет привет мы рады вас приветствовать на нашем канале зачем зачем ты это одеваешь нечем дышать автобусы тут ездят а где ты на автовокзале опять сколько можно куда ты меня сейчас отправляешь в таллинн теперь в таллинн представляете в таллинн но в таллинн я еду не одна на этот раз я не одна а с кем с тобой в таллинн мы едем вдвоем как так получилось везде 1 1 наверное в риге я себя плохо вела что-то не одну не отпускаешь в таллинн мы едем через ригу посмотрим как будет настроение желание может в риге останемся на один денечек а может сразу махнем далеко ли там до таллинна далеко ли до таллинна ну и куда мы приехали и рига и рига и орелка с фабрика соблюдайте дистанцию и интервал мы в риге зашли в лидо покушать пистолет в лоб направили за и что-то у тебя температура была 35 35 и 2 века испугался наверно меня сразу температура понизила холодный борщ рис с овощами картошка овощи на пару и еще каких-то два салата видите как салаты подают все закрыто инструменты тоже закрыты за это все мы отдали 10 евро тебе не кажется что мы где-то в тракай вот это похоже очень и умеющие воспоминания где-то тут живут в таком доме центре риге смотришь в окно а тут люди ходят тебя фотографируют как я тебя сейчас а ты знаешь что это нет это пушка до настоящая пушка перевернута и ее поставили чтобы просто дом не отбивался вот видишь стоило приехать с тобой чтобы узнать что-то новенькое ты как настоящий турист с рюкзаком оцениваю сложность складки давай тебя подниму и ты до четвертого достанешь достали все четыре носа достали Виктор меня поднял и вы достали четвертого петуха когда я была одна подсказочка наверху я не могла достать вот это только два достала да я три достала берегите природу мать вашу мне так понравились эти домики говорю веди меня к этим домиком быстрее какая красота это дом черноголовых помнишь впереди улица Яунелла я ее в прошлый раз искала так долго а она вот она на ладони идем скорее я покажу там красивые домики как красиво приезжайте в Ригу это знаешь что видно домский собор а теперь мы выходим с тобой на домскую площадь и домский собор тоже очень очень красиво где он сидит он тут на органе играет ааа да да здесь очень хороший орган самый большой 25 метров фу пришли мы в Таллине вот они круглые башни в Таллине? ну вот башни круглые ты что-то путаешь до Таллина еще что-то около 360 километров далеко ли до Таллина? нет недалеко сразу видно что дом старый какие кирпичи раньше сделают один кирпич вот такой положил и уже есть что а сейчас такие кирпичики вот это кирпич все исписано привет девчонки ну смотри все написано я боюсь вот те которые нельзя читать ребята я дома комната утюга приезжайте можно сутки читать и все на русском почти тут вообще есть латыши я не знаю все по-русски говорят я еще не слышал мне одного латыша ну скажи у нас с тобой два часа между автобусами так бегом пробежали по Риге как тебе Рига? шлюм душно аж бедный по немецки заговорил хорошо красивый старый город понравилось? конфетка очень серьезно? я у Виктора спрашиваю нет не спрашивай он сам говорит что в Таллине будет по-другому там ничего ничего там две башни один толстая маргарита и больше ничего нету там ой не могу так может не поедем в Таллинн я говорю остаёмся такая красота тут только что шли Виктор говорил мы в Таллине а сейчас идет говорит что мы уже где? где мы? в Париже что тебе напомнило Париж? крыша черная черепичная сейчас покажу вам эту крышу черная черепичная крыша как в Париже ну похоже похоже кафе не работает но просто так для интереса цены в старом городе пицца маргарита 11.50 дайте мне мольберт что ты будешь делать? рисовать Рерик тут рисовал 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 и я могу иду в магазин за красками старая Рига такой темный закоулок аж страшно за мной не страшно не боись немножко пробежались по Риге а теперь идем на вокзал и едем едем дальше в Таллинн ура хочу в Таллинн там мост холоднее так разденься идиот ужас мокрый весь насквозь говорю разденься нет не раздевается после дождя я вот разделась вообще разделась я приятно удивлена ты что магазин Ольга хочешь мне подарить этот магазин? я надеюсь я надеюсь что вы все посмотрели два моих видео про Ригу Виктор тоже их посмотрел и очень захотел и поэтому мы решили поехать в Ригу но это еще не все мы поедем далеко куда? далеко ли до Таллина далеко ли до Таллина поедем в Таллинн да мы поедем сейчас в Таллинн подписывайтесь кто еще не подписан нажимайте колокольчик чтобы ничего не пропустить ой косы всем спасибо за просмотры до скорых встреч всем пока в новых сериях пока-пока сидим я ему говорю терра у меня по-эстотски что-то маска есть маска есть сегодня у Виктора очень хорошее настроение маска маска есть автобус люкс он так и называется люкс ну ноги можно просто вытащить полости места полно все поедем в Таллинн в Таллинн разбудится мечта кое-кому тут маска есть маска есть в кармане хорошо Виктор говорит сделай обзор автобуса шикарный автобус вайфай вайфай какой-то телевизор столик и самое главное розетка я заряжаю телефон мешочек для мусора дезинфекция туалет а дезинфекция где вот дезинфекция туалет и вот пишут каждому кто на каком месте сидит смотри то вот то и так что Субтитры создавал DimaTorzok Автобусная станция в Пярну. Такие красивые автобусы. Покажу вам немножко номер. Шкаф. Ну как везде стандартно шкаф. Вот Виктор уже собственной персоной. Такой красивый сидит. Это в чем ты сидишь в таком? С дома халат притащил. Тапочки дали. Дали, да? Халат. И все ходят в таких толстовках, так я даже с капюшоном. Представляете, вот и у меня такой халат. Только у меня очень большой халат. Я первый раз в отеле вижу такие халаты. Ну как домашние, да? Классные. Телевизор. Что тут? Пиво. Пиво. Кофемашина. Пиво это твое. Что? 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 Два стула. Рабочий стол и, собственно говоря, диван и кровать. Диван, кровать. Интересный такой номер, не знаю. Как-то зашли, даже не ожидали. Диван, но покажи. Ну подожди, я кровать показываю. Ты с какой будешь стороной спать? Душ. Раковина. Зеркало, фен. Всякие тут прибамбасы, даже уточка есть. Води лосьон, что тут еще? Шампунька. А уточка зачем? Интересно, зачем уточка? 3 евро уточка стоит. Маленькие полотенчики. Ну как-то интересно тут. А в душе, в душе можно сидеть. Ой, как его открыть? О, постамент есть. Можно сесть и сидеть. Цветы стоят. Выхожу из автобуса, стоит такси. Мы к нему. Говорю, Тере, все, друг. Ракетчиком оказался, служил в таких же войсках, как и я. Я самолеты ловил. Довез моментально. Приехали в отель. Ну где-то тут мы в самом центре, я так понял. Куда-то в старый город завезли. Говорит, завтрак? В постель. Говорит, время выбирайте с 7 до 10. Мы вам прям в постель завтрак приедем. Какое-то чудо. Расскажи, там про завтрак надо было выбрать. Все по-эстонски написано, я подчеркнул все. Ну и расскажи, почему мы приехали вдвоем в Эстонию. Я очень захотел в Эстонию молодость вспомнить. Я когда-то тут служил. В Эстонии нас возили в Таллин на экскурсию. Ходил по дорожкам по этим. Хочется вспомнить молодость. Сколько лет прошло, как ты служил? Ой, надо считать. 81-83 я служил. Ну вот. Ну, походим, посмотрим, может, как изменилось. Ну, вряд ли тут что изменилось. Камни эти старые, они не меняются. Поглядим. Сходим завтра, посмотрим, как тут все изменилось. Как тебе бидон? А фонтан на ночь выключают? Нет, пойдем ноги мыть. Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтаном. Вот видите, какой у нас прекрасный вид с нашего номера. Это вот начало старого города. Ну, так я старалась, чтобы тебе понравилось. Уже лежишь? Нет. Отдыхаешь с дороги? Обалденно. Ну, предвкушаешь, да? Хочешь в Таллин. Алло, алло. Завтрак в постель. Как завтра погода? Завтрак в постель. Завтрак в постель, спасибо. Таксист сказал, что может уже пускают в Финляндию. Если пустят, поедем в Финляндию. Гулять так гулять. Стемнело. Хочу вам показать наш вид из окна. В этом здании клуб Голливуд. Но сейчас карантин, и он не работает. И это очень хорошо. А так бы, наверное, молодежь тусила до утра. Городская стена. Завтра мы как раз туда и пойдем. Фонтан. Но его вообще не слышно. Очень хорошие окна, тихо и спокойно. Доброе утро, Сталлин. Доброе утро. Я проснулась, собралась. А Виктор, мне кажется, еще спит. Сейчас посмотрим, будем его будить. Не сплю я. Нет? Нет. Мотоциклы ездят по площадке. Я специально открыла тебе окошко, чтобы ты проснулся. По звуку понял, что Харли и Дэвидсон проехал. Как тебе спалось? Отлично. На такой большой кровати. Я тебя даже ночью не нашла. Рукой раз-раз, а тебя нету. Кровать огромная. Ну и что вы себе думаете? Принес мальчик завтрак. Посмотрим, как в Таллине кормят во время карантина. Круассан. Кухня, видимо, не работает. Салат. Апельсин. Банан. Яйцо. Бутерброды. Я заказала стофу. Там можно было выбирать. Я выбрала стофу с сыром. Апельсиновый сок. Чай. Йогурт. Масло растительное. Приборы. Ну и Виктору тоже самое. Тан-та-та-дан. Вставай и завтракать. Тан-та-та-дан. Ну вы знаете, сейчас такие времена, ну даже интересно. Тан-те-тан. Даже интересно. Тан-та-да-дан. Тан-та-да-н. Чувствую себя буржуем. Мы первый раз в отеле, чтобыπинесли еду в номер. Ну это вообще… сначала было как-то даже неудобно залетел какой-то парень даже не смотрел на меня поставил все на стол и также быстро испарился какие у нас сегодня планы пойдем куда в город наше окно над финским флагом ты уверен держу весь сталин держу блин а